На территории Нинецкого округа начались крупномасштабные командно-штабные учения, которые проверят готовность региона к сезонным рискам. Учения проходят одновременно во всех 85 субъектах страны. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧАЭС отработает взаимодействие ведомственных структур при угрозе природных пожаров и паводка. В течение трех дней тренировки пройдут на территории Пустозерского, Великовисочного и Пёрского сельсоветов, а также в Нарьинмаре. В тренировке участвует более 130 человек и 60 единиц спецтехники. По легенде сегодняшних учений, аэромобильные группы вылетели в Великовисочную и Нижнюю Пёшу, в одном из которых ликвидировали последствия паводка, в другом – лесного пожара. Колонна спецтехники МЧС направляется к аэродрому. После проверки документов на пропускном пункте автомобили со спасателями направляются к вертолётной площадке, где их ожидает вертолёт Ми-8. Аэромобильная группа прибыла в аэропорт Нарьинмара. Сейчас спасатели готовятся к погрузке в вертолёт. По замыслу учения они отправятся в Великовисочное для ликвидации последствий паводка. Всё необходимое оборудование загружается в вертолёт. За плечами спасателей – рюкзаки. Это так называемые тревожные чемоданчики. В них лежит сухой паёк и сменная одежда. Ведь неизвестно, сколько дней аэромобильная группа проведёт на месте ЧАЭС. Это один из элементов, скажем так, реагирования на паводковую обстановку и на лесные пожары. Это один из элементов погрузка, скажем так, спасателей на воздушное судно для отправки в район бедствия. Значит, как вы видите, нюансов очень много. Это связано с устройством самого воздушного судна, устройством рампы, распределением груза по воздушному судну, чтобы можно было оптимальное количество людей и снаряжение загрузить и убыть в район какого-то бедствия. По легенде учений, ещё одна группа спасателей отправится в Нижнюю Пёшу для ликвидации последствий лесных пожаров. Обе ситуации условные. По словам Александра Игнатьева, как показывает практика, на сбор аэромобильной группы, её прибытие в аэропорт и погрузку в воздушное судно уходит около часа. Сегодняшняя тренировка – лишь один из этапов масштабных командно-штабных учений. Всего их будет три. Для каждого региона предусмотрены учебные задания с учётом климатических и природных особенностей. На данное учение привлекается это как муниципалы. Муниципальное образование в данном сегодняшнего дня у нас привлекается. Это село Великовисочное, село Оксино. По завтрашнему дню этап будет тушение лесных пожаров, это будет Нижняя Пёша, район Бавоковой. На место выдвигается аэромобильная группировка, условно. Многие мероприятия проводим условно. Но готовность сил и средств мы показываем от начала до конца. В командно-штабных учениях задействованы силы и средства всех пожарно-спасательных формирований, расположенных на территории Ненецкого округа. Это и поисково-спасательная служба, Ненецкий арктический комплексный аварийно-спасательный центр, ГИМС, пожарно-спасательная часть, государственная противопожарная служба, а также добровольцы. В течение трёх дней будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Особое внимание будет уделено организации взаимодействия между различными структурами и применению аэромобильных группировок в зоне ЧАЭС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.